Но Африка это самое интересное. Естественно, Владимир Путин и его окружение не могут простить Пригожину мятеж. Тут стоит вопрос, почему Пригожин до сих пор жив и не посажен. Очень просто. Дело в том, что показав, что можно так легко дойти до Москвы, практически дойти до Москвы, Пригожин может быть маяком для будущих натяжей. Ну, потому что количество людей, которые недовольны действиями российской армии в самой армии, оно множится. Говорят про ВДВшников, говорят про отдельных командующих. В том числе, помните, был такой командующий 58-й армии, который был сослан как раз в Сирию. И вот это вот все, конечно, оно пугает Кремль. Кремль даже готов раздать танки Росгвардии. Правда, непонятно, какие танки, потому что лишних танков нет. У России большие проблемы с техникой. То есть у нее много техники, но гораздо меньше, чем ей необходимо. И скорость потери этой техники, в том числе и танков, колоссальная. И в этом контексте, естественно, у Владимира Путина должна быть возможность для того, чтобы будущие мятежи закончить так же, как мятеж Пригожина. То есть договориться с мятежником. Договориться на приемлемых для мятежника условиях. А теперь представьте, что завтра Пригожина находит мертвым. И все понимают, что это Владимир Путин. И задайтесь вопросом, следующий мятежник готов ли будет договариваться с Владимиром Путиным, что он знает, несмотря на все договоренности, предыдущий мятежник был убит Владимиром Путиным. Именно поэтому физически Пригожина не трогают и даже сохраняют ему какие-то активы. Это часть сделки, подробности которой мы не знаем. Однако сама группа Вагнер уничтожается все заметнее. Более того, Министерство обороны активно продолжает вербовать вагнеровцев. И вот тут мы переходим к самому интересному. Я надеюсь, вы досмотрели до этого места. Потому что оказывается, что группу Вагнера пытаются вытеснить не только из информационного поля, но и из Африки. Последний вотчин и Пригожина. Именно там собирается действовать ЧВК Редут. Об этом пишут в том числе про вагнеровские каналы. Именно сотрудникам Вагнера звонят бывшие сотрудники Вагнера, которые теперь работают с новой ЧВК под отчетным Министерством обороны и хотят перевербовать их в Африку. И уже там заместить группу Пригожина. Есть и другие инсайды и инсайдеры, которые об этом рассказывают. Но я не готов воспроизводить то, что они говорят. Дерипаску к этому примешивают, потому что я не уверен в качестве информации. Однако, ничто не мешает мне пересказать вам то, что пишут как раз в провагнеровских телеграм-каналах, а именно в телеграм-канале Грейзон. Там большой опус про то, что сейчас происходит и про то, что делает Министерство обороны. Давайте же с этим опусом и ознакомимся. Я долго пытался не касаться этой темы, пишет Грейзон. Во-первых, я тяжек на подъем к большим текстам, а во-вторых, не до конца видел и понимал вектор политики группы Вагнера. Далее, конторы, компании. Так они называют себя внутри. Но за последние дни ко мне обратилось десяток знакомых и не очень знакомых товарищей, которые проходили и проходят службу в компании с просьбой несколько прояснить происходящее. И ввиду публичных реакций от военной пресс-службы группы Вагнера я позволю себе несколько объяснить не каждому следующему человеку, что происходит. И каждой такой официальной реакцией напишу сугубо свой субъективный комментарий. Но прежде чем приступить к тексту, хочу добавить сюда слова официального представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера, сказанные им во время марша справедливости. Так они называют мятеж. США хотели бы, чтобы группа Вагнера была распущена и прекратила свою деятельность по всему миру. Для дальнейшего размышления возьмем за обсуждение первое официальное заявление со стороны конторы, а именно от лица Совета командиров группы Вагнера. Многие наши боевые товарищи сообщают, что им поступают звонки от различных второсортных ЧВКшек с предложением завербоваться на работу в Африку. Каждый сам делает выбор, вестись на это или нет. Каждый день наши парни убывают в командировке на дальние направления. Везде, где мы работали, мы продолжаем и будем работать. Готовьтесь к новым командировкам. Невозможно разрушить единство величайшей армии и самой эффективной армии в истории под названием группа Вагнера. И пересобрать под новой крышей. Не ведитесь на это. Звоните своим командирам. Тут, кстати, извините, я позволю себе небольшую ремарку, о которой я уже несколько раз говорил. Но, опять же, видео будут смотреть новые люди. Не в смысле партии, а в смысле те, кто не видел предыдущие. Эффективность группы Вагнера. Группа Вагнера – самое неэффективное соединение этой войны. Из 70-80 тысяч человек, по рассказам группы Вагнера, которые были в нее завербованы, 40 тысяч ранеными были, 20 тысяч убитыми. Это самое плохое соотношение потерь, которые есть в российской армии. Группа Вагнера – худшее подразделение российской армии. Ну, хоть и неофициально. Это действительно люди, которые не умеют воевать. Люди, которые не умеют спасать раненых. Люди, которые не умеют оказывать медицинскую помощь. Весь флёр героизма группы Вагнер – это абсолютно выдуманная субстанция, которая не имеет никакого отношения к реальности. Группа Вагнера – худшее соединение, которое участвовало в этой войне по своим показателям. Вы можете посмотреть об этом подробнее в сводках, в предыдущих видео, где я подробно разжевываю этот тезис, показывая, что именно не так с этими соотношениями. Это те соотношения, которые давала сама группа Вагнера. То есть, это не то, что злые там оппозиционеры придумали еще что-нибудь. Они сами в этом признавались. Поэтому вы можете ознакомиться с более подробными выкладками, но базово группа Вагнер – худшее боевое подразделение. И уж точно не первая, не вторая, не третья, не десятая, не пятидесятая армия. Возможно, если каким-нибудь подросткам раздать калаши, снаряды, танки и все прочее, они бы воевали и то лучше. И это правда, продолжает Грейзон. Во-первых, действительно сейчас ведется вербовка на войну за границей от лица печально известной чувака Редут, который действует под прямым патронатом Министерства обороны. Во-вторых, формируется новая ЧВК – Российский экспедиционный корпус на базе одной из передовых бригад спецназа ВС России. Начнем по порядку. ЧВК Редут, она же ЧВК-звезда, создавалась до начала событий 24 февраля с тем расчетом, что будет легкий поход по Украине, а также с целью восполнить нехватку личного состава военнослужащих на контрактной основе для начала военной кампании на Украине. Группа Вагнер не была приглашена на войну принципиально. Все лавры Блицкрига должны были принадлежать только двум людям из министерства. А после раскрытия правды о войне в Сирии, допустить снова туда Вагнера было равносильно выстрелить себя в ногу. Ожидаемый ЧВК Редут переняла на себя все болячки обычной армейщины. Несмотря на, в общем и целом, неплохой и даже хороший личный состав, который был туда набран, ставили задачи им типичные армейские лампасы. Был и случай громкого в узких кругах задержания нашей контрразведкой ФСБ одного из высокопоставленных лиц Редута, после того, как дважды за короткое время Редутовцы попали под ПИС. Но не одним предателем Редутки Дин. Я думаю, что многие, читающие эти строки, найдут отклик в том факте, как не исполнялись изначальные условия контракта. От выплат и условий вывода на территорию России до неисполнения закрытых мелких вопросов, вроде получения гражданства. Теперь же, в преддверии мобилизации, вместо того, чтобы набирать личный состав и усилить позиции на территории боевых действий против Украины, идет фактически перераспределение ценных кадров на те военные операции, которые для России должны быть второстепенны. Не какая-то Африка, а Донецкая, Лугадская, Херсонская и Запорожская области. Защита от обстрелов Белгородской, Курской и Брянской области. Крыма, в конце концов. Но один рыцарь Мальтийского ордена решил сыграть на руку британской имперской политики и ее спецслужбам, распылив русскую армию на два фронта. Справедливо кто-то задается вопросом, а Пригожин занимается не тем же самым. Во-первых, его контракты, в том числе государственные, были заключены задолго до 24 февраля, а их исполнение неопреодолимое обязательство. Во-вторых, ни Евгений Пригожин, ни командиры группы Вагнера, ни бойцы не отказывались от участия в боевых действиях на Украине. Их оттуда просто выдавили. Кто боится дать им воевать? Размышляя далее, мы с вами уже взяли в голове за основу, что рыцарство в Мальтийском ордене, по-видимому, обязует разрушать в кои-то веки работающие, приносящие пользу России, механизмы. Такие, например, как укрепление группы Вагнера обороноспособности международного престижа на территориях, которые находятся под колониальным гнетом твоих геополитических противников, высокопарно пишет Грэйзон. Потому мы от теории перейдем к персоналям и начнем, как всегда, сначала с цитаты одного из командиров группы Вагнера, герой России Антона Елизарова, позывной Лотос. Слухи о том, что большинство командиров группы Вагнера перешли в ЧВК и идут работать под управлением МОРФ, являются лишь мечтой МОРФ. Хотя, если считать престарелого штабного офицера с позывным Седой, тогда это правда. Так как единственный, кто ушел, это он. Но Седой никогда не был командиром и не входил в состав Совета командиров группы Вагнера. Все командиры группы Вагнера, которые входят в состав Совета командиров группы Вагнера, продолжают выполнение поставленных перед ними задач в составе группы Вагнера. Теперь же, как и хотели, перейдем к персоналям, продолжает Грэйзон уже без цитаты одного из командиров Вагнера. Лотос упоминает Седого, коим является Андрей Трошев, и который действительно старый, но от этого не менее проблемный участник, экс-участник конторы. Седой действительно не входил в Совет командиров, а председательствовал в Лиге защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов, а также занимался штабными обязанностями, которые не связаны с планированием боевых операций. Я, кстати, напомню, что именно этот человек был одним из лицом, который использовался для того, чтобы конфликтовать со Стрелковым. Когда был конфликт между Пригожным и Стрелковым, вот тогда именно от лица этого человека писались всякие неприятные посты про Стрелкова и про его боевые качества. Но продолжим. Некоторым, кто узнал о Вагнере не после 24 февраля, известна ситуация от 2017 года, когда лежащим на улице Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного диализа был найден некий человек, который даже не смог представиться врачам. Но те сами с удивлением обнаружили при нем документы на имя Андрея Трошева, а также 5 миллионов рублей и 5 тысяч долларов, секретные карты Сирии, документы на требования вооружения для группы Вагнера и билет на самолет в Краснодар. Сейчас он сбежал в Министерство обороны, прихватил с собой еще одного горя сотрудника, но о нем позже. Эти две ситуации были бы не самыми отрицательными моментами в послушном списке Седова, если бы не выяснилось, что данные для своих расследований про Евгения Пригожина и в целом группу Вагнера иностранные издания, находящиеся под руководством Михаила Ходорковского, афилиация с британской разведкой 6, я вообще люблю, как они в разведке, типа просто они, по-моему, тыкают на рандомном колесе, к какой разведке отнести какое издание. Досье Центр получила имена от Андрея Трошева, он же Седой. В итоге, несмотря на былые военные заслуги Седова, которые никто оспаривать не берется, в настоящее время мы имеем, что под крышей ЧВК Редут идет формирование военной структуры, которая ослабляет фронт в зоне ведения боевых действий на Украине, занимает существенную часть рекрутов на вторичные для России направления, структура находится под управлением человека, подверженного порокам и чертам характера, которые несовместимы с его должностью. Если вы хотите воевать под управлением хронического алкоголика, не имеющего ни командного опыта, ни опыта военного планирования, а также который не умеет хранить служебных и государственных тайн, склонен к лжи и предательству, и который для достижения своих корыстных целей готов через посредников в лице Михаила Подарковского сотрудничать с британской разведкой МИ-6, то это ваш выбор. Далее поговорим о том, кого же Седой смог утянуть за собой. Личность в узких кругах очень легендарная с отрицательной стороны. И по традиции дадим слово Герою России одному из командиров группы Вагнера с позывным «Колдун». Появилась информация о том, что некоторые люди обзванивают сотрудников Вагнера и предлагают им перейти в новую ЧВК для работы в Африке. Звонки осуществляет бывший сотрудник компании с позывным «Хрусталь». «Хрусталь» за время работы в компании успел покомандовать подразделением, которое в Сирии, кроме как охранной базы «Тартус» не занималось, рота охраны. Но товарищ «Хрусталь» всем рассказывал, как участвовал в пальмирской операции, хотя в боевых действиях нигде не участвовал. В 2016 году руководство доверило ему руководить отделом кадров бригады группы Вагнера. Из вчерашнего рубахи парня товарищ примерил корону. С равными себе по должности или командирами подразделений вел себя как дружба. Позже товарищ «Хрусталь» будет пытаться рассказывать, кому и за что, и какие награды нужно давать, а кому не нужно. Самый тяжелый период работы бригады на Украине отличился пламенными речами перед пробивающим личным составом на фронт и категории пятисотых. Как надо родину любить. За что в бригаде получил прозвище «Вадик Фронтовик». Конечно, «Фронтовик» в кавычках. «Хрусталь» после первой внештатной ситуации не просто смолодошничал, а подвергся панике. Как итог, просто струсил и удрал, поджав хвост. В данный момент данный персонаж организовал обзвон наших сотрудников, находящихся в отпуске, с целью склонить их вступить в новую организацию, которую он представляет. Слова личности «Хрусталя», пишет Грэйзон, подтвердит не только тот, кто был у Вагнера, он даже тот, кто не прошел туда фильтры карантин. Как говорят в деревне Молькино, каждый ежик на хуторе знает, кто тут главный петух. Матерые штурмовики «Хрусталя» же называют «Лелечка». Лелечка ухлестывал за полиграфисткой Аленой, бегав по ее приказу ей за бутылочкой пшеничного. А тем, кто на нее косо посмотрит, при профотборе мог поставить крест на дальнейшем прохождении собеседования, да еще и занести в черный список. Как вам? Ну, то есть, понятно, что они херачат бывшего своего, значит, сотрудника, который перешел в Минобороны, но тут вдруг выясняется, что оказывается, в группе Вагнер за кадры отвечал человек, который мог по личным соображениям поставить на человеке крест, не дать продвинуться по службе и прочее. Или что был некто седой, который тоже занимался какой-никакой административной работой внутри Вагнера. Поразительно, не правда ли, вот это боевое братство, которые рассказывали, что в Министерстве обороны все прогнило, на поверку оказались абсолютно такими же. Сколько еще человек прямо сейчас в группе Вагнера, которая уже почти развалилась, кому еще при уходе они бы могли дать такую характеристику? А не уж самому ли Пригожину, в конце концов? В итоге выясняется, что все рассказы, песни, пляски, дайте снаряды, тарпалеты. Это все про неэффективное боевое подразделение, внутри которого коррупции, алкоголиков и всевозможных тунеядцев не меньше, а то и больше, чем в Министерстве обороны. Опять же, не хочу, чтобы у вас создавалось впечатление, что я как-то хвалю Министерство обороны. Нет, в Министерстве обороны упыри, которые должны быть на скамье подсудимых. Министерство обороны тоже профнепригодные генералы, которые постоянно ставят своих солдат под хаймерсы. И слава богу, что ставят. Это хорошо, что там такие генералы, и хорошо, что в группе Вагнера такие увольни. Потому что это все делает Российскую армию слабее и приближает конец войны в единственно адекватном ее варианте, то есть победой Украины. Но тем не менее, просто посмотрите, как вот эти вот все бравурные ребята, которые рассказывали, как у них охеренно по сравнению с Министерством обороны, на деле оказываются абсолютно такой же разложившейся коррупционной алчной структурой. Сам же Хрусталь, он же Вадим В, продолжает Грейзон, в компанию слезно напросился в 2015-м, мол, ребята, у меня столько финансовых долгов, возьмите к себе, а сам утаил, что находится в федеральном розыске за серьезные преступления. Хрусталь действительно олицетворение предателей дезертира. Каким-то таинственным даже для рядов конторы образом заимел две боевые награды. Очень таинственно, не правда ли? А сейчас просто взял и украл базу данных с личным составом музыкантов, отдав ее также убежавшемуся дому. Но мне кажется, что даже если представить, что у кого-то есть какой-то осадок от участия в оркестре, даже этот осадок не перекроет ту неприязнь, которую создает Леречка Хрусталь, чтобы еще раз пойти под его кадровое управление. Не менее справедлив и логичен вопрос читателей, пишет Дрейзон, почему претензии к Седому и Хрусталю у отцов-командиров появилось только сейчас, и как они уживались в компании при всем том декларировании идеалов, которые закладывались в группу Вагдер? Хороший вопрос. Ответ убьет, что называется. Опять же, мое мнение абсолютно субъективно и неофициально. Исходя из него, считаю, что Седой, по-видимому, просто выполнял свои обязанности, возложенные на него в рамках административно-штабной работы, а его минусы не влияли на проведение боевых операций, ввиду отсутствия участия в них оного. Что касается факта предательства, то, как мы знаем, подобные ситуации становятся известны преданным уже постфактам, зачастую после перехода предателя к другому покровителю. И когда теперь человек с такими чертами берет уже боевое управление большой военной структурой, а не перебирать бумажки и ездить по поручениям, это становится уже опасно. Что касается Хрусталя, то, несмотря на всю свою жидкость, корону он примерил не сразу, а как только получил заветную должность в кадровом отделе. А кадровики и и же с ними — это антагонисты, это какой-то бит человеческий, где достойных людей, среди которых и днем с огнем не сыщешь, вне зависимости от подразделений, понимаете? То есть это не они прошляпили такого человека, это не они потакали тому, что человек по собственным мотивам брал и кого-то там понижал, полыжал и прочее. Кадровики такой просто... Знаете, как это? Ген рабов, как вот принято сейчас рассуждать, а нет ли гена рабов? Ген кадровиков. Как вам такое оправдание? Нет, чтобы сказать. Да, прошляпили. Да, нам это было выгодно. Мы теперь не допустим никогда и прочее-прочее. Нет, просто кадровики такие, а остальные кадровики в Вагнере тоже теперь такие. В общем, ответ замечательный, абсолютно. Ну вот, он продолжает. Оправдание. В связи с быстро растущим штатом компании, он набрался локального административного ресурса, благодаря чему хитро погашал все возникающие в отношении него недовольства. Иного ответа ни у кого нет, так как Хрусталь не обладал никакой рабочей ценностью, незаменимостью, как и не был приближен к руководству. Он просто прохиней. Одним словом, кадровик. А в общем и целом я уже писал о том, что не бывает тех ситуаций в подразделениях, когда не происходит что-то такое, чего, казалось бы, быть в нормальной ситуации не должно. Главное не закрывать глаза и видеть проблему, а также бороться с ее наличием, чтобы не участвовать потом в таком разборе полетов. Так ровно этого и не было сделано. Ну, то есть, не было никакого незакрывания глаз. Наоборот, глаза закрыли и открылись они только, когда эти люди перешли уже в другую структуру и хантят людей. Класс. Ну, все как в российской армии. Вообще никаких отличий вот с точки зрения идеалов и прочего. Один в один генерал Мурадов. Один в один генерал Лапин. Ну, то есть, просто сидит какой-то хрен, который там местный царек и который административным ресурсом гасятся, значит, с их точки зрения нормальных людей и не гасят там тех, кто плохо воюет. В чем отличие-то тогда от Министерства обороны? Только в кувалде, судя по всему. Как видим, из ситуации даже при самом тщательном отношении не всегда заметны все проблемы, но они хотя бы в единичном случае. Этого мы не знаем. Если остальные перейдут, может и про остальных узнаем. Надеюсь, что тяжелые времена сделают контору только сильнее. Жажда ничто, имидж все. Дмитрий Вагнер Уткин. Подписан это, хотя этот стат не имеет к нему никакого отношения. Такой рассказ человека, приближенного к группе Вагнер. Что мы имеем по итогу? Группы Вагнер не существует. Никакого захвата Польши не будет. Максимум захват парка в Королеве. Из Африки Вагнер выдавливают и будут выдавливать дальше. Пригожин все это проглотит, потому что все это вопрос его личной безопасности. Его могут убить и у него могут отобрать все финансы. Поэтому история группы Вагнер, как я и говорил два месяца назад, она окончена. И никакого послесловия не будет. Сколько бы ни надеялись пропагандисты и сколько бы ни трубила алармисты, группа Вагнер больше не боевое подразделение. Да, оно и раньше было неэффективным, но теперь его просто не существует. Все эти фотографии с белорусами довольно бессмысленны, потому что почему они могут их научить, если, опять же, Вагнер довольно неэффективны. Так что все, не будет больше ни Санта-Барбары, ни Пригожина, ни еще чего бы то ни было. И важно было подвести этот итог спустя два месяца после мятежа для того, чтобы люди в очередной раз убедились, что не надо верить всему подряд, не надо верить всем россказням, надо учиться фильтровать информацию. Прислушивайтесь к тем, кто последовательно объясняет вам не выводы, есть группа Вагнер или нет, а кто показывает логические цепочки и рассказывает, как именно устроен тот или иной вывод. Себя я, конечно, тоже к этим людям причисляю, кто так делает, но это не значит, что я себя хвалю, точнее хвалю немножко, чего уж греха таить. Но просто, когда вы слушаете какого-нибудь спикера, военного аналитика, политического аналитика, смотрите на то, что он говорил раньше, и на то, показывает ли он вам логику рассуждения. И уже от этой логики делайте свои выводы. Не надо полагаться на слова человека, даже который вам кажется все время правым, не важно, это я, Руслан Левимф или кто угодно. Думайте своей головой и слушайте тех, кто дает вам не сказки, успокоения или что-нибудь наоборот, панику, а тех, кто дает информацию. А с вами был Майкл Найки, до скорых встреч, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова